МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Абуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Жанаркинском районе зафиксирована вспышка бруцеллеза у крупного рогатого скота. Однако жители села Тугускен заявляют, что вместо зараженными животными на убой забирают и здоровых. Непролазная грязь и горы мусора. Жители улицы Депутатская жалуются на то, что городские власти не обращают внимания на их проблемы. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов раскритиковал руководство Балхаша. У городских властей не нашлось средств на подведение инженерной инфраструктуры к участкам индивидуального жилищного строительства. В пяти селах Карагандинской области зафиксированы вспышки бруцеллеза. В одном только Жанаркинском районе количество зараженного скота давно перевалило за 200 голов. У жителей села Тугускен, где побывала наша съемочная группа, возникли сомнения по поводу верности диагноза ветеринаров. Они заявляют, что вместе с зараженными особями на убой забирают и здоровый скот. Жители села Тугускен Жанаркинского района постигла злая напасть. У свыше 50 голов крупного рогатого скота обнаружили бруцеллез. Вот только сельчане ставят диагноз местного ветеринара под сомнение. По их словам, на протяжении нескольких лет у них отбирает скот, не удосуживаясь предъявить соответствующие документы. В прошлом году несколькими рейсами увезли на скотовозе более 200 голов скота. В этом году приехали дважды, увезли еще 40 коров. Они не показывают нам какие-либо документы, только дают справку об общем анализе, где указан лишь номер. Мы ничего не понимаем. Скот выглядит здоровым, нас пугает тем, что если в течение 15 дней мы не отдадим скот, то будем оштрафованы или взяты под стражу. Альжан Сатанова показывает пустой хлев, в котором когда-то содержались ее дойные коровы. Для женщины, как и для остальных жителей села, скотоводство – единственный источник существования. Отчаявшаяся женщина готова обратиться в суд. По ее словам, действия ветеринаров незаконны. Ведь людям не показали лабораторные заключения, подтверждающие наличие бруцеллеза у скота. Местные жители не противятся отдавать скот на убой, если он и вправду болен. Люди хотят лишь, чтобы все было по закону. Я не просив, пусть забирают, но нам нужны доказательства. Пусть покажут бумаги, подтверждающие диагноз. Вчера у меня забрали трех дойных коров. Ничего толком не объяснили. Я считаю, это не законно. Я буду жаловаться в суд. Только в прошлом году все мои коровы были здоровы. Три анализа крови подтвердили это. Зараженный скот отправляют на один из столичных комбинатов. После обеззараживания из мяса делают колбасные изделия. При этом цена за такое мясо составляет лишь половину от рыночной стоимости. Это мясо продается по 750 тенге. Это в два раза ниже рыночной цены. К тому же, если бы скот забили осенью, то можно было бы получить еще 50 килограмм мяса. Разумеется, мы оказались в проигрыше. В сельском Акимате отметили, что все происходит в рамках закона. Два раза в год мы берем пробы на анализ крови. После получения результатов мы определяем владельцев скота и информируем их. По закону, в течение 15 дней зараженный скот должен быть уничтожен. Таков закон. Мы ничего не можем поделать. Люди этого не понимают. Ветеринар Силат Угаскен и вовсе заявил, что народ прекрасно проинформирован о том, что будет зараженным скотом. Кроме того, ветеринар уверен, жалобы людей по поводу материальных убытков не обоснованы. Мы предложили местным жителям выбрать одного представителя, который поедет на мясокомбинат и будет присутствовать на отвесе животных. 70% стоимости мяса оплачивает комбинат. Остальные деньги выделяются из бюджета района. В общем, эта сумма составляет 1420 тенге за килограмм. Бруцеллез давно стал одной из самых актуальных проблем в сельских местностях. Чиновники уверены, что в усугублении ситуации виноваты сами жители. Чаще всего они скрывают зараженный скот, который впоследствии способствует расширению очага заболевания. Токжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. Если центральные улицы Караганды власти содержат на должном уровне, то вот на второстепенные не хватает ни средств, ни внимания. Жители улицы Депутатская утопают в грязи. В проблемах горожан пыталась разобраться Токжан Лянова. Улица с громким названием Депутатская утопает в грязи. Местные жители стараются передвигаться только на машинах, но не от того, что их материальный достаток высок, а просто потому, что по этой грязи пройти пешком невозможно. Больше всего в этой ситуации страдают дети. Каждый день родители носят их в школу на своих спинах. По словам жителей злополучной улицы, такое плачевное состояние дороги они видят впервые. Два года назад сотрудники Караганды-Су перекопали всю дорогу, чтобы провести водопровод. С тех пор улица Депутатская превратилась в нескончаемое месиво грязи. По словам местных жителей, они не раз обращались в Акимат, но их просьбы о помощи так и не были услышаны. Акимат ходили, но нас никто не слушает. Мы никому не нужны. Получается так. Брониславе Валитарской 80 лет. В столь преклонном возрасте женщина каждую ночь качает воду из погреба, которая затопила с приходом весны. Отчаявшаяся бабушка не знает, чем заслужила такие муки. Опять буду целую ночь качать. Голова туда-сюда ходится. Проработала я без малого 40 лет. Сейчас мне уже 80 лет. Да не хочу даже говорить, потому что сердца у людей нет. Тонем, волосы тонем. 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 Тонем везде. Абла глина. Жильцы домов давно распрощались с мечтами об асфальтированной дороге. Они хотят, чтобы на их просьбу откликнулись местные власти и хотя бы осыпали дорогу щебнем. Люди устали бороться с проблемой в одиночку. Я хочу обратиться именно в Акимат. Тем, кто дает распоряжение, направляет людей, чтобы нам хотя бы просто помогли, выровняли дорогу. Мы же не просим от вас асфальт, чтобы были все в идеале. Просто выровняйте нам дорогу и присыпьте, как было раньше. И все. И разберитесь со своими трубами. Сделайте нам сливы, чтобы вода куда-то уходила. Топит людей, топит. Буквальным образом топит. У нас живут в основном пенсионеры. Все уже разъехались. Поэтому мы хотим жить так же, как живут все остальные люди. Федоровка находится между городом и Юго-Востоком. Почему мы? Мы должны страдать. Я вот не пойму. Еще одна проблема, с которой столкнулись жители многострадальной улицы – это вывоз мусора. Все дома в округе с печным отоплением. Жителям некуда вывозить залу. За год опять накидаем и опять... Ну, некуда выносить мусор. Поставьте нам контейнера. Мы не в состоянии купить. У нас в основном одни пенсионеры. Помимо неудобств в виде грязной обуви, жильцы сталкиваются и с более крупными проблемами. Ни одно такси города не соглашается ехать по такой дороге. А машины скорой помощи постоянно застревают в грязи. Вызываем скорую, ждем час-полтора. Мы ругаемся со скорой. Они нам говорят, вот, ваша дорога вот такая, как мы можем. Мы о такси вообще забыли. Такси вызываем, ждем их на остановке. До остановки одевают люди на ноги бахилы, потому что идет город. В городе люди на нас как-то смотрят. Мы все всегда. Кто живет на этой улице, ноги грязные, нечистые. В отделе коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог на жалобы людей нашелся стандартный ответ. Если средства выделят, дорогу отремонтируют. Бюджетная заявка на средний ремонт автомобильной дороги по улице Депутатская, а тут улица Асфальтная до улицы Рыбалка, направлена в отдел экономики города Караганды. При условии выделения бюджетных средств работы планируется провести в текущем году. В рамках среднего ремонта будут проведены работы по нарезке дорожного корыта, устройству основания и асфальтирование проезжей части. Выслушав об утопающей в грязи улице и жалобах жителей, ответственные лица все же согласились предпринять меры до одобрения заявки. А именно, выехать на местность и лично ознакомиться с ситуацией. На период рассмотрения бюджетной заявки комиссионно выйдем туда, поделим работы. И сегодня уже подряд организации ОКГБ благоустройства проведем работы по кредитированию. Если в отделе экономики заявку на средний ремонт дороги не одобрят, улица Депутатская продолжит тонуть в грязи. Ведь у местных жителей нет возможности решить проблему самим. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Впервые в Карагандинской области затратят более 2 миллиардов тенге на подведение коммуникации к районам жилищной застройки. Индивидуальное строительство является одной из приоритетных задач программы Нурложер. О реализации программы шла речь на аппаратном совещании в областном Акимате. Местная исполнительная власть обязана обеспечить подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к районам жилищной застройки. В Караганде запланировано сдать около 3,5 тысяч земельных участков. К ним будут подводиться коммуникации. Первый заместитель Акимакарагандинской области Аселбек Дусибаев сообщил, что всего по области планируется потратить рекордную сумму на подведение инфраструктуры свыше 2 миллиардов тенге. На данный момент, в принципе, более-менее все, с учетом разрабатываемого, еще раз скажу, более-менее все Акимы городов, районов задействованы в данной программе. Кто-то еще маленькие участки за свой счет делает, за счет местного бюджета. И, в принципе, это достаточно на 3 года, с учетом тех, того лимита, который выделяет республика. Там есть некоторые города-районы, которые вообще не участвуют в данной программе, в принципе. Но это обосновано тем, что, получается, у них, по официальным данным, даже в очереди, получается, у них нет желающих получить земельные участки. В Жасказгане в этом году сдано 670 земельных участков. Однако возникли сложности с оформлением из-за того, что в предыдущие годы заявители при постановке в очередь не указывали ИИН. Но самые большие проблемы испытывает Балхаш. Здесь не нашлось нужной суммы для подведения инфраструктуры. При этом в прошлом году городские власти не смогли освоить выделенные средства и вернули их назад в областную казну. По этой причине остается проблемным развитие индивидуального жилищного строительства. Глава региона Ерлан Кушанов подверг критике руководства Балхаша. Разбирайтесь, почему балхашцы два года теперь будут запаздывать. И надо балхашцам это объявить, по чьей вине мы не будем строить. Красиво говорить, это не означает хорошо работать. Стоит отметить, что индивидуальное жилищное строительство является одной из приоритетных задач государственной программы Нур-Лежер. В рамках этой программы также значатся доступное ипотечное кредитование, а также арендное и кредитное жилье. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – медицинский центр «Атлант». Город Санкт-Петербург. Впервые в Караганде из Санкт-Петербурга доктор Бачиновский с 15 апреля проведет личный прием пациентов. Головные боли, мигрени, шум в ушах, межпозвонковые грыжи. Убирать причину хондроза, сколиоза. Используется уникальный швейцарский метод лечения. Торопитесь, запись ограничена. Телефон для справок 365-00. Позвольте себе и вашим детям жизнь без таблеток и операций. Звоните прямо сейчас. 365-00. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. В Караганде продолжаются проверки и противопожарные учения в торговых центрах. На этот раз под пристальное внимание огнеборцев попал торгово-развлекательный центр «Ситимол». Согласно плану учения, пожар возник в подвале торгового центра. Голосовое оповещение в торгово-развлекательном заведении «Ситимол» сработало в штатном режиме. Вот только посетители и продавцы не спешили покидать здание. И все же спустя некоторое время сотрудникам центра удалось эвакуировать всех. Согласно пожарной характеристике, торговый центр «Ситимол» является местом массового пребывания людей с высокой пожарной нагрузкой. По замыслу учений, пожар произошел в подвале. В учениях были задействованы 85 человек личного состава и 21 единица специальной техники. Здание было разбито на 4 боевых участка. В ходе учения отрабатывали не только действия по спасанию людей, но и взаимодействия оперативных служб с администрацией торгового центра. Сегодняшние учения прошли на оценку 5. По оценке руководства департамента мы получили оценку 5 сегодня. Отработали действия личного состава, действия персонала, объекта по эвакуации населения и, возможно, ликвидации пожара. Общая площадь торгового центра – 24 тысячи квадратных метров. Здесь расположено около 200 магазинов. Как заверяет руководство центра, выходов здесь достаточно для того, чтобы в кратчайшие сроки провести эвакуацию. В общем, двери у нас в данный момент, двери все открыты. У нас 10 входов в сетевую. Два дебаркадера и 8 по периметру. То есть они все у нас буквально работают. Они будут открыты от меня навсегда или опять закрыты? Нет, почему? Они будут открыты. Мы сейчас просто немножко систему контроля за ними переработаем и все. За действием пожарных и сотрудников торгового центра следили не только прохожие, но и представители городского общественного совета. По словам общественников, на учениях все проходит гладко. Однако в реальной обстановке условия будут совсем другие. Вот я уже обращал внимание на парковку. В первую очередь, мне кажется, не надо было перекрывать дорогу и машину сюда не пускать. Она должна была быть заполнена, чтобы действительно посмотреть, как же проберутся пожарные при полной заполненности вот этой парковки. И, я думаю, нужно проводить побольше обучающих всяких тренингов, семинаров для сотрудников именно, чтобы они знали. Стоит отметить, что в начале апреля учения проходили в Карагандинском торговом доме Таир. Среди выявленных недостатков – плохое взаимодействие различных служб. Пожарные отмечают, что в реальной ситуации запоздалая реакция полицейских, электриков или коммунальщиков может сказаться на спасательных работах. Мирамгуль Салкимбаева, Шалкар Алтынбеков, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. В Казахстане вновь начался выкуп оружия у населения. В областном департаменте внутренних дел сообщили о начале общереспубликанской кампании по сдаче огнестрельного оружия за вознаграждение. В прошлом году добровольно сдано 126 единиц огнестрельного оружия. Выплачено более 7 миллионов тенге. Казахстанцам вновь предоставляется возможность дать государству незаконно хранящееся огнестрельное оружие. Причем сдать не бесплатно. Так, за каждую единицу автоматического нарезного оружия государство выплатит до 100-кратного месячного расчетного показателя. Более 200 тысяч тенге. Это самое дорогое оружие. За боеприпасы выплаты скромнее от 1,115 до 1,35 месячного расчетного показателя. В прошлом году в Карагандинской области добровольно сдано 126 единиц огнестрельного оружия. Выплачено более 7 миллионов тенге. В нынешнем году акция стартует 10 апреля. Хочу отметить, что граждане в первую очередь могут подать заявление в любой орган внутренних дел. В каждом органе внутренних дел создана комиссия, утвержденная приказом начальника органов внутренних дел, которые рассматривают именно категорию и вид вооружения и принимают по нему вознаграждение. Выкуп оружия будет производиться в строгом соответствии с утвержденными правилами, заявили участники брифинга. Выплаты будут осуществляться также в зависимости от состояния оружия. В первую категорию попадают стволы, что называется, в масле, то есть практически новые. Вторая категория – это у нас пригодность для производства выстрелов, но имеющие там коррозии, некоторые технические неполадки. Потертость. Да, потертость, технические неполадки, но пригодность для производства выстрелов. Такое оружие у нас оценивается 50 505 тенге. Это гладкоствольное. А в третьей категории мы относим оружие, которое, то есть оружие является огнестрельным оружием, но непригодным для производства выстрелов, либо опасным для дальнейшего использования. В этом случае гражданам выплачивается 21 645 тенге. Гражданам, которые изъявили желание добровольно сдать огнестрельное оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, необходимо предоставить само оружие, а также перечень документов, среди которых удостоверение личности и книжка вкладчика одного из банков, куда будут перечислены деньги. Полицейские также отмечают, что добровольно сдавшие некриминальное оружие освобождаются от уголовной ответственности. Андрей Теном, Анкужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Разбойное нападение на обменный пункт произошло в Караганде. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. В ночь на 9 апреля двое в масках обманным путем проникли в помещение и, угрожая ножом кассиру, завладели деньгами в сумме 3 миллиона 900 тысяч тенге. 950 долларов, 2650 евро, 120 тысяч российских рублей. По данным полиции, личности подозреваемых установлены, принимаются меры к их задержанию. В данный факт зарегистрирован единый реестр досудебного расследования. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых лиц. Иная информация о интересах следствия не расслышается. В целях реализации программы «Рухан и Жангру» в Караганде готовят гидов-экскурсоводов, которые внесут значительную лепту в развитие внутреннего туризма. Обучение проходит на базе одной из ведущих турферм региона. Открытие подобных учебных центров – инициатива Палаты предпринимателей «Атамикен». Палата готова оказать консультативную и финансовую помощь начинающим предпринимателям. В настоящее время в учебном центре «Карлагаш» обучается 10 человек. По истечению четырех месяцев они сдадут экзамен и получат сертификат гида-экскурсовода. По словам Карлагаша Бельсиитова и директора турфирмы «Карлагаш», наш регион нуждается в этих дефицитных кадрах. В связи с этим в рамках программы «Рухани Жангру» при поддержке Национальной палаты предпринимателя «Атамикен», областного филиала партии «Наротан» и управления предпринимательства Карагандинской области был создан уникальный учебный центр. Открытие данного центра продиктовано необходимостью развития внутреннего туризма. Как говорил наш глава государства в послании народу в этом году, он отметил, необходимо развивать внутренний туризм. Потому что каждое десятое рабочее место в мире создано туризмом. Понимаете? Естественно, наши туристы, карагандинцы, стремятся выехать за пределы Караганды, за пределы Казахстана. Наша задача – их оставить здесь, потому что очень много красот. Будущие экскурсоводы занимаются по несколько часов в день, изучая теорию и применяя полученные знания на практике. Осваивать новую профессию карагандинки приняли с небывалым усердием. Они не спешат облететь весь мир. Их желание – увидеть самим и показать другим красоты своей родины. Мне интересна моя страна. И мне хотелось бы посетить ее всю. Вот и до. Мероприятие прошло с участием представителей Национальной палаты предпринимателя Атамикен, партии Нур-Отан, а также Управления предпринимательства Карагандинской области. Почетные гости поздравили учениц центра и вручили им подарки в виде учебных пособий. Да, конечно. Жанара. Жанара. Смотрите, как оно звучит. Жанара – это благословение. Да, чтобы вы были хорошие. Кто следующий? Галина. Давайте обладим. Можно, мы тебя напоминаем. Открытие учебных центров при предприятиях осуществляется в рамках работы Национальной палаты предпринимателей. Это наиболее эффективный метод подготовки квалифицированных кадров, которые будут востребованы в условиях новой экономики. Одним из ключевых направлений деятельности палаты предпринимателей является обучение будущих предпринимателей для всех сфер. На финансирование перспективных бизнес-проектов Атамикен готов выделить до 18 миллионов тенге. Те, кто у нас обучился, обучение проходит бесплатно. Получают сертификаты. И согласно этих бизнес-планам, бизнес-проектам, те бизнес-проекты, которые имеют перспективу для дальнейшего, мы будем так говорить, для реализации, когда кредит от минимальной суммы до 18 миллионов, различные программы, это все можно у нас узнать, услышать, проконсультироваться. Поэтому и создан центр обслуживания предпринимателей у нас при палате предпринимателей, где люди проконсультируют по всем направлениям. Учебные центры, открытые на базе предприятий, имеют огромный потенциал. Двери подобных учебных центров открыты для всех, кто желает освоить новую профессию. Примечательно и то, что обучение является доступным для всех слоев населения. Тохжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Материнская смертность в современном мире. Нерешенные вопросы и перспективы современной гинекологии. Эти и другие вопросы были обсуждены на выездном семинаре в консультативно-диагностическом центре медицинского университета. Лектором выступил вице-президент правления Российского научного общества акушеров-гинекологов. За последние 10 лет в Казахстане наблюдается снижение материнской смертности в 4 раза. Младенческая смертность снижена в 1,6 раза. Такие данные приводит Министерство здравоохранения. В прошлом году в нашем регионе было зарегистрировано 3 случая материнской смертности. Медики отмечают, что большинство смертей женщин во время родов можно было бы избежать, если бы сами женщины заботились о своем здоровье. Основная причина для нашей области. Для нашей области, конечно, у нас в структуре материнской превалируют экстрагенитальные заболевания. То есть заболевания, которые реализуются во время беременности, то есть они могут или обостриться, допустим, или вообще беременность противопоказана. Допустим, вот недавно произошел случай материнской смертности, когда женщине изначально была противопоказана беременность. Мы всегда разъясняем, что есть альтернативные еще варианты материнства. Это как бы тоже один из выходов. Но вместе с тем семья принимает и решает окончательно сами. Поэтому, конечно, наша задача максимально провести беседу, рассказать все за и против, и чем это может закончиться. Лектор семинара, известный в России профессор, доктор медицинских наук Виктор Радзинский, заявил о связи уровня материнской и младенческой смертности с экономическим развитием страны, а также с общим уровнем образования граждан. Материнская смертность снижается как во всем мире, так и в Казахстане, но она не снижается сама по себе, заявил профессор Радзинский. К этому прикладывают усилия медицинские работники, но этого недостаточно. Необходимо достаточное финансирование беременности, родов, послеродового периода. Необходимо, чтобы семья была уверена в завтрашнем дне. И необходима качественная медицинская помощь. Разнести их нельзя. Сегодня качественная помощь, завтра уверенность в завтрашнем дне. Так не бывает. Только по мере развития социально-экономического строя снижается материнская смертность. Мы вчера это очень подробно разобрали на примере всего мирового сообщества. Еще одна серьезная проблема – преждевременные роды. Статистика неумолима. 70% всех детей, умерших до года, родились недоношенными. И сегодня во всем мире количество преждевременных родов не снижается. Выход один – обеспечить полноту медицинской помощи. Чтобы эти женщины, у кого начались или угрожают преждевременные роды, рожали в самых высоко квалифицированных учреждениях, для чего их надо туда доставить под прикрытием самых современных лекарств. Мы их разбирали. И на этом этапе, куда их доставят, им окажут самую квалифицированную помощь, которая есть на данной территории. На семинаре обсудили и другие актуальные вопросы. Среди них так называемые парадоксы ранних сроков беременности, акушерская агрессия, программированные роды. В качестве слушателей приглашены акушеры-гинекологи со всех регионов Карагандинской области. В Управлении здравоохранения заявляют, что это не первый и далеко не последний обучающий семинар для карагандинских медиков. Андрей Дайноман, Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, Анастасово. Субтитры подогнал «Симон»!